Отрезок, соединяющий середины сторон, не больше, чем полусумма других двух сторон. Надо продлить отрезки АБ и ЦД до пересечения. И ничего не получится. Потому что отрезки АБ и ЦД, во-первых, могут быть просто параллельны. А если не параллельны, могут пересечься где-нибудь там... Далеко. Да, за пределы золочной системы, да? Если они почти параллельны. И видно, что это к делу не относится. Нет, наоборот, их надо как-то сблизить так, чтобы все стало совсем очевидным. Смотрите, это очень простое, очень красивое решение. Отрезок, давайте я его вот так полноценно нарисую, нарисовать вот здесь. Идею поняли? Параллельный фильм. Ванюш, параллельный. И с точки АБ. И с точки АБ, да. Согласны ли вы, что в таком случае вот этот отрезок будет ранен? И эта фигура называется перелограммой. Да. Ну, давайте, вот здесь поставим точку К. Слышите, что я сделал? Я перенес отрезок АБ, чтобы точка А пришла в точку М. Догадайте, что я дальше сделаю. Перенесите отрезок до С. Конечно. Отрезок СД точно так же. Давайте я его перенесу. То есть его надо сдвигать немножко вправо и довольно сильно вверх. Хорошо. Немножко вправо и довольно сильно вверх. Это примерно вот так. Здесь будет какая-то там точка К. Этот отрезок будет равен отрезку СД. И тебе поняли? Да. А теперь очень важная вещь. У нас вообще-то вот эти отрезки равны и параллельны вот этим. Согласны? Отрезок СЛ параллельно отрезку ДМ. Отрезок АМ параллельно отрезку БК. Значит, как зовут фигуру БЛЦК? Параллелограмма. Параллелограмма. Потому что у него противоположная сторона, но параллель не равна. А что делают у параллелограммы диагонали? Дерюда круга по полу. По полу. Параллелограмма. Значит, когда я соединил точки К и Л, то чем будет точка Н? Н это центр параллелограммы, это середина отрезка БЛЦК. Чем будет точка Н для отрезка КЛ? Середина. Середина. Отрезок МН. Медиана. Это медиана в треугольнике МКЛ. А про медиану мы уже знаем. Что вы на ее продавали? Медиана. Ну, это случайно. Медиана меньше, чем полусума сторон. А это и есть наше неравенство. Извините, я немножко упустил. Когда у нас появился параллелограмм, частью которой выливается треугольник МКЛ? Мы нарисовали два параллелограмма. У нас здесь был отрезок АМ и отрезок КВ. Мы на них нарисовали параллелограммы. Два отрезка, выходящие из одной точки, создают параллелограммы. Здесь был отрезок МД и отрезок ДЦ. Это я помню, да. Здесь нарисовали параллелограммы. Уже есть два параллелограмма. И дальше главное, что вот эти вот отрезки, они... Мы и пролезли, да. Все равно и пролезли. Да. Победа? Нет, я все еще не понял, где взялся. Я все еще не понял, что вы не поняли. Ну, вы в какой-то момент сказали, что у нас появляется еще один параллелограмм, третий, или нет? А вот где он? БЛКС. БЛКС. Это, кстати, БЛЦК. Ага. Потому что отрезки БК и ЛЦ равны из направления. Теперь поняли? Да. А у параллелограмма есть центр, точка пересечения диагонали. И этот центр как раз и есть точка Н. Все? Все. Отлично. Отлично. С этой задачей тоже разбрались. Следующая задача. Данно выпуклый четырехугольник. Рассмотрим тот же самый отрезок МН, соединяющий середины предположенных сторон. Отрезок МН, соединяющий середины предположенных сторон. Правда ли, что МН меньше, чем АЦ, БЛКС? Только это, наверное, меньше, больше, чем СТО. Верно. Это мы доказывали. Какой-то сказал. Да, да, да. Это мы доказывали. Ну, да. Это решение. Все услышали, что она сказала? Нет. Она сказала, что вообще вот эта величина всегда больше вот этой. Вспоминаем, это было. АЦ плюс БЛКС больше, чем сторона АВ, сторона ЦД и диагональ. Все помнят, почему сумма вот этих двух отрезков меньше суммы этих? Потому что вот это плюс это больше этого. А это плюс это больше этого. Был такое? Да. Ну, вот и все. То есть эта величина всегда больше этого. Ну, а это больше или равно этого. Хорошо. А если бы я дал задачу, что называется, сразу. Вот представьте себе, у вас сразу есть четырехугольник, вы буквы, в нем взяты середины противоположных сторон, и в нем есть вот эти вот наши диагонали. Объясните, почему, если сложите диагонали, то это будет больше не равно, чем больше. Для диагоналей даже столько больше. Почему меньше, чем по усумной диагонали? Может быть, вот так соединить пересечение вот этих точек и... А вовсе они не пересекаются. Это, извините, вы подделали. Ну, что именно это делаем? Если проводишь среднюю линию, то вовсе не обязательно она пройдет через точку пересечения диагонали. Конечно. Ага, ну вы просто провели два ответа. Да, да, и правило два ответа. Хорошо, и что будет тогда? Здесь будет вот такой треугольник, правда, здесь, ну, как бы не очень треугольник, но это просто такая картинка, где вот эти две стороны маленькие, вот большая, и выходит, что вот эта сторона плюс-это больше, чем эта, а эта медиана вот этих треугольников. Слушайте, он решил. Спасибо, что не посадить. Можно, можно. Давайте, давайте я эту картинку просто нарисую заново, и, ну, просто я действительно долго получил, если не получилось. Давайте я пытаюсь нарисовать как-нибудь совсем другую. Значит, итак, есть у нас какой-нибудь четырёугольник, да? У него взяли одну диагональ, взяли другую диагональ, они там где-то пересекаются, и взяли среднюю линию. Это ведь про этот разговор? Да. Правильно? Господа, а ведь мы дальше действительно можем так сказать. Давайте я лишь аккуратно это выпишу, чтобы вы могли тоже переписать и всё это прочувствовать. Вот точка пересекания диагонали, это означает буквы О. Вы могли сказать, что отрезок МН меньше или равен МО плюс ОН. То есть, если точка О лежит, то отрезок, то равен, а если не лежит, то меньше. Дальше. МО это медиана, значит, она меньше, чем АО плюс ОД попала. Медиана чего? Треугольника ДОМ. Треугольника АОН. Это медиана чего? Треугольника ВОЦ. Да, то есть она меньше, чем ОВ плюс ОЦ попала. Так всё, смотрите, если я складываю вот эти вот... Получается диагонали. АО плюс ОВ даст нам АВ. АОД плюс ОЦ даст нам... Что он там даст? Ну, получается диагонали получите. Нет, аО плюс ОЦ даст нам диагональ АЦ. А вот это вот ОД и ОВ дадут нам в сумме диагональ. Так? Да. Вспомните, как там на самом деле доказывалось, то вы поймёте, что по большому счету это то же самое. Вот с той стороны. Это рассуждение у нас вообще по большому счету уже было, да? Да. Да. Вот, господа. А теперь я делаю так. Я перерисую эту картинку, но попрошу вас обойтись без точки пересечения диагонали. Оказывается, можно ещё понятнее, чем мы сейчас... Хотя, по-моему, это очень понятное решение, но тем не менее. Оказывается, что можно даже ещё понятнее всё сделать. Итак, вот есть у нас А, Д, где-то там Б, где-то там С. Вот, есть диагонали, диагонали, и есть вот это самое среднее линейное, да, вот М, Н. Придумайте треугольник, у которого одной из сторон будет отрезок МН, а другие стороны, это будут АС пополам и БД пополам. Этот треугольник чрезвычайно важен в геометрии, у него есть специальная компания. Можем опустить МН вниз на... Что такое опушите, я бы не сниму на... Сейчас треугольник должен возникнуть, естественно. Надо нарисовать параллелограмм, который стоит из... Который сидит в центре всех отрезков нашего четырёхугольника. Нет, центра, что это из-за середины. Ой, да, из-за середины, да. Это называется параллелограмм вареньона. Надо или нет? Это именно. У пола треугольника есть параллелограмм вареньона. Он получается очень просто. Вершина – это середина сторон. Почему параллелограмм? Да потому что, здесь есть точка К, КН – это средняя линия треугольника ВДЦ. Значит, КН – это половина диагональ. Так? Да. Замечательно. Здесь есть точка Л. То МЛ – это половина ВД, потому что МЛ – это параллельный отрезку ВД. И равнее его В. Точно по той же причине. Отрезок МК – это средняя линия треугольника АЦД, что равен половине диагонали. Отрезок ЛН – это средняя линия треугольника АВЦ. Значит, вот это параллелограмма. При этом вот этот отрезок – это половина АЦ, а вот этот отрезок – половина ВД. Значит, точка Л вообще не нужна. Это я просто так. Для того, чтобы вы вспомнили, да, про параллелограмму вареньона. А треугольник он будет. Надо было просто отметить середину отрезка СД. И тогда вот эти отрезочки – это как раз и есть половина АЦ и половина ВД. Все понятно? Да. Все. Хорошо. Значит, кстати, задачи мы получаем. А почему вот это решение правое более понятное, вы говорите? Нет. Что такое более понятное, это вопрос глубоко философский. Я его сейчас не собираюсь обсуждать. Ребята, каждый из вас, разумеется, из изложенных решений может выбрать то, которое ему приятнее. Продолжение следует...